Многие садоводы хотят украсить свой дачный участок хвойными растениями. Но как разобраться во всем многообразии колючих красавиц? Сегодня в нашем ТОПе мы рассмотрим 10 лучших хвойных растений для любого участка. Добрый день! Сегодня я вам расскажу о 10 хвойных растениях, которые я вам посоветовал бы посадить на вашем участке. Десятое место занимает лиственница. Сегодня на 10 месте у нас будет лиственница. Это достаточно интересные хвойные растения из семейства сосновых. Он насчитывает огромное количество видов и огромное количество культурных сортов. Я бы рекомендовал по сортам лиственницу японского Диана. Она красивая, с извилистой хвой. Молодые побеги коричневатые. Очень интересная лиственница. Потом интересная лиственница европейская Рэпанс. Привитая на двухметровом штамбе. Она не спадает до самой земли. Очень красиво смотрится. Можно предложить еще лиственницу Курник. Привитая на маленьких штамбиках, она формирует шаровидную красивую крону. Где-то полтора-два метра в диаметре. Конечно, лиственницу лучше приобретать. Это понятно, что на любом питомнике надо обратить внимание, во-первых, на ком. Чтобы диаметр кома был примерно равен диаметру кроны. Не меньше. И чтобы ком был плотный. Не рассыпался. Не ходил худуном, как говорится. И если он упаковал мешковинную сетку, то чтобы сетка была туго утянута. Чтобы при простукивании кома был звук, как будто это простукивается спелый арбуз. Для того, чтобы она прижилась, копается яма. Примерно слишком большую яму копать нет смысла. Копается яма где-то порядка на 20 сантиметров больше, чем диаметр кома. И глубину примерно так же. И заполняется смесью. Идеальная смесь вообще для всех хвойных. Это одна часть верхового рыжего торфа, одна часть песка и одна часть перегнившего хвойного опада из леса. Лиственница достаточно неприхотливое растение. Прекрасно растет на любых почвах. Если грунтовая вода ближе, чем к метру, к поверхности почвы не подходит, то она нормально себя чувствует. А так, единственный недостаток, она боится замакания корневой системы. Поэтому, когда грунтовая вода выше располагается, чем метр от поверхности почвы, то корни могут замакать. Поэтому, чтобы этого не происходило, то можно ее прививать на лисницу американскую, которая совершенно не боится вымакания корневой системы. На девятом месте у нас сосны. У нас достаточно широкий выбор сосен имеется. Есть сосна обыкновенная. Вот есть где-то порядка от двух метров и выше сосны. Потом есть у нас различные горные сосны. Такие как сосна горная винтерголд, сосна горная фумилио, сосна горная палмалетер, сосна горная мопс. Это все очень интересные для озеленения виды сосен. Начнем с сосны горный палмалетер. Она имеет узко-пирамидальную крону. Весной молодые побеги имеют беловато-желтый оттенок. А потом они зеленеют. Очень красиво в весеннее время смотрится. Потом очень интересная сосна. Сосна горная пумилио. Она достаточно низкорослая. Высоту она достигает максимум полтора метра. Но в окружности она может быть 3,5 метра и более. Тоже очень интересная сосна. Потом есть сосна горная просто. Пенус муга мугус. Сосна горная обычная. Это достаточно крупный куст. Вырастает порядка 4,5, даже 5 метров. Очень тоже интересно смотрится. В старом возрасте, конечно, идет небольшое отголение стволов. Но это тоже смотрится как бы своеобразно. И даже тоже в этом что-то есть. Есть также у нас сибирские кедры. Но они пока еще совсем молодые. Где-то рост их не больше метра пока. Хотя возраст уже приличный. 5 лет. Ну, первое время кедр растет очень медленно. Ком удобно как следует утянут. Самый, что плотно утянутый ком был. Вот. И все так же сажается тоже в эту же смесь. Готовится смесь. Одна часть рыжего торфа, одна часть песка и одна часть перегнижившего хвойного опада. И в этой смеси она как следует нормально развиваться. Яма копается сантиметров на 20 больше, чем диаметр кома. И в ширину, и в глубину. Сосна совершенно неприхотливая. Она достаточно засухоустойчива. Если она уже сидит на участке, допустим, лет 5, то уже корни достаточно глубоко ушли. Полива ей вообще практически не требуется. Потому что у сосны глубина корневосистемы она влагу всегда достает. Единственная беда, такая же, но она общая беда для всех хвойных, что они боятся вымакания. Поэтому если грунтовые воды ближе, чем метр к поверхности почвы подходят, то сосну лучше не сажать. Восьмая позиция достается еле обыкновенной. На восьмом месте у нас еле обыкновенная. Еле обыкновенная культура тоже достаточно неприхотливая. И она может расти даже по сырым местам. То есть если грунтовая вода чуть выше метр, для нее это не страшно. Корневая система у нее поверхностного типа. И она больше предпочитает торфянистая почва. Поэтому при посадке ели обыкновенной лучше, короче говоря, увеличить долю торфа. То есть если под все хвойные берется в среднем где-то одна часть рыжего торфа, одна часть песка и одна часть хвойного опада, то по еле обыкновенному можно торфа добавить. То есть две части торфа, одна часть песка, одна часть хвойного опада. Вот это самое. Обязательно вот такое можно сделать, и она будет гораздо лучше чувствовать. Так ель прекрасно развивается на любых почвах, и на суглинках, и на песке. Но надо, чтобы посадочная яма была заправлена в такой смесь, чтобы у нее был как бы старт. А потом уже корни пойдут, куда там им надо идти. Чтобы выбрать правильно ель, общее правило, как для всех хвойных растений. То есть ком должен быть близок к диаметру кроны. И достаточно плотный, неразбитый, хорошо утянутый. Если растения покупаются большого размера на питомниках, они, как правило, проходят несколько раз в перешколку, то есть в пересадку с подрыванием корней. И у них в этом случае формируется компактная корневая система. И поэтому можно, если перешкольный материал, то можно его брать уже и 2, и 3 метра размером. Еле обыкновенное на зиму укрытие не требует. В качестве подкормок есть общие правила для всех хвойных. Их можно кормить только минеральными удобрениями. Органику ни в коем случае, навоз, компост ни в коем случае нельзя под хвойные давать. Можно сжечь корневую систему. Лучше давать минеральное удобрение. Из наиболее доступных это химировый универсал. 20 грамм на 10 литров воды разводится и таким раствором поливают. Если растение до 2 метров размером, достаточно одного ведра под растение. Первая подкормка проводится в конце мая, вторая в середине июля. На этом все подкормки хвойных заканчиваются. На седьмом месте у нас ель колючая. Тоже очень интересное растение. Имеет кучу сортов. От ели обыкновенной отличается существенно. У нее более толстая и грубая, и более колючая колючка. Из-за чего она и получила такое название, ель колючая, конкретно. Сортов у нее большое количество. Это самое есть. Кустовидные сорта типа Глаука, Глобоза. Это самое Глобоза компакта. Вот такого плана сорта. Потом есть сорта типа обычного дерева. С насыщенной голубой хвой. Это Костер, Хопси, Ретрофлекс, Изолифастегиата. То есть сортов очень много интересных. Ель колючая достаточно засухоустойчива, в отличие от ели обыкновенной. И в принципе не терпит замокания корневой системы. Поэтому ее надо сажать, чтобы гнутовые воды были не ближе метра. Это общее, ну я уже много раз говорил, это общее правило для всех хвойных. Смесь готовится такого же плана, как для посадки, допустим, сосны или лиственницы. То есть одна часть торфа, одна часть песка и одна часть перегнившего хвойного опада. И вот в эту смесь непосредственно сажается растение. Как выбрать правильное растение? Так это надо так же, как и все хвойные, чтобы диаметр кома был примерно равен диаметру крона. И тогда вот эта самая она как следует нормально приживается. Высота, все зависит от сортов. А вот все сильнорослые сорта, такие как Хопси, Костер, они достаточно высокие. Они достигают до 10 метров. Так же, как простая ель колючая, не сортовая. Допустим, ель колючая Глаука. Вот она так же достигает до 10 метров и выше. Есть более слаборослые сорта. Допустим, ель Глаука-Глобоза. Это куст формы крона, который приближается к шаровидной. Максимальная высота его будет где-то порядка 2,5 метра. Выше она практически редко, когда встречается. Единственное, что сажать надо на таком расстоянии, чтобы обеспечить нормальное развитие. Как и для хвойных, и для лиственных. То есть обеспечить им пространство роста. То есть, допустим, если ее сажать от каких-то деревьев, то минимальное расстояние где-то порядка 5 метров должно быть. Если кустарники, то можно их сажать и ближе. Соответственно, где-то в порядке 3 метра, где-то вот так вот. Ну, ближе сажать все-таки лучше не стоит, чтобы было пространство для развития и того, и другого растения, как говорится, нормального. Ну, ель вообще сажается на любом месте, если обеспечить полив. То есть, если состоит жаркая, сухая погода, то ель очень угнетается, когда идет пересушивание слоя, где находится корневая система. Основная масса корней у ели находится в слое до метра. Если этот слой земли пересыхает, ель очень угнетенная, это переносит. Поэтому можно сажать и на солнечном месте, но тогда надо обеспечить нормальный полив, чтобы земля была хотя бы умеренно влажной, но все время. Вот. Чтобы пересушивания никакого не было. Вот. Ель колючая, она вообще, как правило, вот больше предпочитает вот такие вот, ну, более сухие места, чем в отличие от ели обыкновенной. Вот. И поэтому, вот, но все равно полива она требуется постоянно. Это общее правило для всех воинов. Они не терпят пересушивание слоя почвы, ну, где основная масса корней находится. Шестое место. Пихта. На шестом месте у нас находится пихта. Пихта тоже достаточно обширный рот, к нему относятся куча видов. У нас имеются пихта бальзамическая, пихта корейская, пихта Нордмана. Эти пихты достаточно нормально в наших условиях себя чувствуют. Но единственное, что, допустим, пихту одноцветную надо сажать в таких участках, на таких участках, чтобы у нее было, чтобы было непродуваемое место. Чтобы была защита от ветра хотя бы с северной стороны, а лучше, чтобы со всех сторон была защита от ветра. Высокий забор там, вот, или постройки какие-то. Вот. И тогда она будет нормально себя чувствовать. Вот. Все пихты, это самое, по требованию почвы, условия, достаточно тоже засухоустойчиво. Где-то на уровне еле колючей. То есть, обязательно надо обеспечить полив, как говорится, чтобы земля не замокала, вернее, не пересыхала, чтобы она все время была умеренно влажной. Но замокания они не терпят. Замокания не терпят. И спихт в нашем климате лучше всего, конечно, себя чувствуют. Это пихта европейская, пихта сибирская, пихта бальзамическая. Они уже могут расти на открытых местах. Им уже не нужна защита от ветра. Вот. А еще раз напоминаю, для пихты одноцветной, конечно, надо закрытое, защищенное от ветра место. Вот он где-то выбирает. Что касается кома, то это общее правило. Ком должен быть примерно равен диаметру кроны. Вот. Хорошо утянут, плотный, вот этот самый неразбитый, нормальный ком. Почвенная смесь при посадке готовится такая же, как и для всех остальных хвойных. Одна часть торфа, одна часть песка и одна часть перегнижившего хвойного опада. Подкормки проводятся так же, как и для всех хвойных. То есть, это проводится только минеральными удобрениями. Это можно взять, вот, из кемиру универсал, это из порядка 20 грамм на 10 литров воды. И этим раствором проливать в конце мая и в середине июля. Вот. И на пихте может появляться вредитель, это самое. Такой же, как на сосне, хермес. Это такое маленькое насекомое. Оно наблюдается, как такой белый пушок, это самое, на побегах. Вот. И надо периодически с ним бороться, это самое. Это, кроме хермеса, может быть еще и побега в юн на пихте. Сосновый пилильщик иногда поражает, это самое. Ну, как правило, шишки в основном. Ну, и тут лучше всего использовать для этого препарат конфидор, это самое. Системного действия. Он хорошо бьет всех, весь комплекс уредителей. Из пихт более требовательного считается все-таки, вот это самое, из тех пихт, что можно в нашей зоне выращивать, это скорее, это пихта одноцветная. Остальные пихты, они как-то более-менее нормально. Вот у нас переносит условия. Единственное, что, да, вот нужны обработки против вредителей, потому что пихты поражаются вредительными. И надо, как говорится, подбирать, допустим, для пихта одноцветная подбирать соответствующее место, а остальные пихты просто, ну, поливать так, чтобы не пересыхала земля. Ну, это общее право для всех хвойных. Пятую позицию занимает кедр. Следующее растение у нас под номером пять. Это так называемый кедр. Под понятием кедра многие воспринимают сосны. Это сосна сибирская, сосна корейская, кедровый скланник, так называемый, или сосна низкая. И сосна кедровая, то есть, как бы, кедр европейский. Вот. У нас есть кедр сибирский. Кедр сибирский – это очень устойчивое растение. Оно достаточно заскоустойчивое, достаточно морозостойкое. Прекрасно растет на любых почвах. Но при посадке надо все равно обеспечить ему нормальную смесь, вот эту самую почвенную в посадочной яме. То есть, опять же, готовится смесь. Одна часть торфа верхового, одна часть песка и одна часть перегнившего хвойного опада. Многие сейчас сажают сибирские кедры у себя на участках, но тут есть один момент. Надо всегда брать растения в питомники, а не везти откуда-нибудь там с Алтая или с Барикалия, как многие это делают сейчас. Потому что на питомнике он, как правило, проходит не одну перешколку. И у него сильно разветвленная компактная корневая система. И вот это обеспечивает нормальную приживаемость. Потому что зачастую завозят большие кедры, и они у людей просто-напросто погибают. Как раз по причине того, что это были не перешколенные растения. Ну, вообще, лучше всего кедр сажать до двух метров размером. Выше сажать его уже рискованно все равно, даже сколько бы перешколок он не проходил. Если же выкапывается с поля с комом, то идеальное время пересадки, это, конечно, вторая половина августа, первая половина сентября, когда идет активный рост корней. Это, кстати, идеальное время пересадки для всех хвойных растений вообще. Ну и можно сажать весной, пока длина свечки не достигла 5 сантиметров. То есть можно до распускания почек начинать и заканчивать посадку, когда уже свечка больше 5 сантиметров вырастет, уже надо посадку прекращать. И уже до августа. Сибирский кедр, он относится к пятихвойным соснам. Все пятихвойные сосны также поражаются вредителями, как и пихты. В той же самой степени. Поэтому тот же комплекс обработок проводится и под все пятихвойники. И под сибирский, корейский, кедровый сланик, европейский сосна кедровая, и это же касается и других пятихвойников. Молодые экземпляры сенцы сибирского кедра, они укрытия на зиму не требуют. Они прекрасно зимуют в наших условиях. На четвертом месте сегодня – цуга. На четвертом месте у нас находится цуга. Тоже интересное растение. Для нашего климата наиболее подходит цуга канадская. Остальные виды цуги я бы не рекомендовал создать вообще в нашем климате. Цуга канадская – достаточно теневыносливое растение, поэтому его надо использовать как растение второго яруса. Его желательно где-то в тени или в полутени сажать. Цуга канадская – очень интересное растение. Хоть оно генетически ближе всего к роду ель, но очень интересно смотрится. Хвоинки похожи больше на тис, чем на ель. И маленькие шишечки, типа как у ели черной, вот такого плана. Цугу, к сожалению, сейчас мало кто знает, поэтому ее берут неохотно, просто ее люди не знают. Цуга – растение достаточно неприхотливое, достаточно морзостойкое. Но именно цуга канадская. Допустим, другие цуги – цуга горная, цуга тесолистная, цуга китайская – они все-таки у нас могут подмерзать или подгорать. Поэтому их лучше вообще не сажать. Только сорта цуги канадской. Фонтане, едолох – тоже хороший сорт. Фонтане, у нее раскидистая воронковидная крона с паникающими ветвями. Достигает высоты до 3 метров, то есть сорта слаборослый. Едолох – это подушка, компактная подушечка, где-то порядка 1,5-2 метра в диаметре и сантиметров 20 высотой. Чем-то отдаленно напоминает ель не деформис. Типа сама подушка, если издали смотреть. И простую цугу канадскую, несортовую, чисто видовую сажать. Тоже очень неплохо смотрится. Темно-зеленая хвоя и немножко поникающие ветви. Стволы у нее, конечно, не идеально ровные. Иногда она растет в 2-3 ствола. Но в этом тоже что-то есть интересное. Мы добрались до тройки лидеров. Давайте вспомним, о каких хвойных растениях мы уже рассказали. Десятое место – лиственница. Девятое – сосна. Восьмое – ель обыкновенная. Седьмое – ель колючая. Шестое место – пихта. Пятое – кедок. И четвертое место – суга. На бронзовом педестале подсчета – тис. На третьем месте у нас тис. Тис – тоже очень интересное растение. Для наших условий подходят такие виды, как тис ягодный, тис средний. Ну и может быть еще тис дальневосточный, так же куспидата. Эти тисы нормально в наших условиях зимуют. Единственное, что поскольку они растения второго яруса, если они растут на открытом месте, они могут подгорать. Поэтому их тоже надо сажать под пологом каких-то других хвойных растений. То есть, опять же, где есть на участке высокие сосны или ели, лучше под ними сажать. И это будет естественная среда обитания для них. Потому что в диком виде они всегда как пологовое растение идут. Поэтому у многих бывает неудача, что они подгорают. Тисы, если посажены на открытом месте, как правило, могут подгорать на солнце в зимнее время. Это конец февраля-марта, когда еще снег не ставил, а уже солнце начинает припекать. Солнечные лучи отражаются от снега и уже обжигают само растение. И хвоя коричневеет, буреет, то есть идет подгорание. Что бы этого не было, для этого и происходит укрытие. Или старой простеней, или два слоя мешковина. Всякие укрытия типа спонбонда или утрасила, это, к сожалению, в данном случае не подходит как укрытие, потому что они пропускают солнечный свет, и от этого еще хуже идет подгорание. Эти укрытия используются для других культур. Птицы могут поражаться периодически щитовкой, тля на них иногда нападает. Поэтому тоже надо обрабатывать препаратами против вредителей. Серебро достается туя. На втором месте у нас туя. Туя достаточно интересное растение для нашего климата. В нашем климате можно выращивать такие виды туи, как туя западная и туя склачетая, или туя приката. Допустим, некоторые пытаются посадить тую восточную, смысла никакого нет. Она у нас или сгорает, или вообще вымерзает. Поэтому у нас только туя западная и туя склачетая. Большинство сортов туи относятся к виду туя западная. Тут широкий выбор существует. Это всем известная туя западная смарагд, туя западная колумна, туя западная молониана, туя западная глобоза. Это шар до трех метров размером. Туя западная даника. Шар поменьше, где-то в два раза поменьше будет со временем. Туя растение достаточно устойчиво к замыканию. Желательно, чтобы вода ближе метра не поднималась. Но если она на непродолжительное время поднимается выше метра, где-то порядка не больше, чем на две недели, то она это нормально переносит. Большинство сортов туи укрытия на зиму не требуют. Тую можно сажать на любом абсолютно месте. Главное – обеспечить ей полив. Растение сажается, не вскрывая кома. Это общее правило вообще для всех растений. То есть ком, как он в мешковине, в сетке упакован, так он и сажается. Мешковина перегнивается, сетка через несколько лет постепенно ржавеет и рассыпается. То есть препятствий для корней этого упаковки не представляет никакого. То есть это нормально, можно посадить. То есть любой человек, если было бы желание, сюда посадит. И лидер нашего ТОП-10 сегодня – можжевельник. На первом месте у нас можжевельники. В можжевельниках существует огромное количество видов и сортов. Есть различные и стелющиеся формы, и шаровидная, яйцевидная, пирамидальная форма. То есть это на любой вкус, как говорится. Поэтому можжевельники разных видов очень пользуются спросом. Они идут на создание каких-то композиций, для оформления бордюров, просто как почвопокрованная. То есть очень широкое применение находят они в озеленении можжевельники. Наиболее идеальные для наших условий – это различные формы можжевельника казацкого. То есть это сам казацкий, можжевельник казацкий масс, собственно, сам казацкий обычный. Потом можжевельник казацкий аркадиака, очень идеально подходит. У него сизо-голубая хвоя, и он растет такой воронкой. Воронка до трех метров со временем такая формируется. Вот. И полтора метра в высоту, и три метра в диаметре такая воронка. Можжевельник казацкий юнгверс. Сейчас очень редкий сорт, сейчас очень трудно его достать где-то, нам бы тоже не помешал бы. Вот. Вот. Тоже сизо-голубая хвоя, но она более темная, чем у аркадиаки. Вот. Тоже шикарно смотрится. Огромные кусты, ну, где-то даже больше трех метров воронка такая сформируется. Вот. Потом можжевельник казацкий рокерегем. Он практически лежит на земле. Молодые побеги только немножко приподнимаются по всей длине вот этой самой лежачих ветвей. Вот. Темно-зеленого цвета тоже очень хорошо идет, как почвопокровное растение. На дачах, это самое, сейчас в основном казацкие сажают. Потом сажают можжевельники горизонтальные. Среди них много есть интересных форм, это самое. Допустим, можжевельник горизонтальный глаука. Он такими голубыми шнурами как бы расходится по всей земле. Это самое тоже, он сплошь лежит на земле, тоже очень красиво смотрится. Пока растения маленькие, можно даже их укрывать каким образом? Делается просто короб по размеру растений. Просто на зиму наверх, сверху растения этим коробом накрываются. Он прекрасно зимует. Любой вот из этих можжевельников. Пирамидальные сорта, такие как можжевельник скальный, это самое, можжевельник обыкновенный хиберника, вот, они тоже могут подгорать с солнечной стороны в зимнее время. Их желательно обматывать или мешковиной два слоя, или простыней. Тогда вот они нормально не будут гореть, нормально будут весной радовать глаз. На дачном участке для того, чтобы создать какую-то композицию, чтобы она перекрывала, чтобы была плотная, как бы, зеленая площадка такая, как бы, из можжевельника, это их надо сажать где-то на расстоянии где-то с метров 70, метр. Тогда они со временем кровно сомкнутся, и получится сплошной, как бы, зеленый участок, весь покрытый этим можжевельником. Можжевельники, они так же, как и все хвойные, обогащают воздух фитонцидами, и как бы обеззараживают сам воздух. И поэтому, вот, даже хотя бы из этого их уже следует сажать на участке. А так они идут, ну, для создания вот любых композиций. И за это мы ставим можжевельник сегодня на первое место. Итак, сегодня мы узнали, какие же деревья лучше всего будут смотреться на загородном участке. Надеемся, наши советы помогут вам не затеряться в многообразии хвойных растений. Субтитры подогнал «Симон»!